Церковь современная или церковь первоапостольская? Образование, менеджмент, интеллектуальные данные пастора, оплата труда, уровень жизни и так далее. Должна ли церковь непрестанно эволюционировать или ей необходимо оставаться неизменной? Если под эволюцией понимать адаптацию к окружающим условиям или интеграцию церкви относительно среды и времени, тогда возникает вопрос, обладает ли время правом быть критерием истины, или же истина есть судья времени и его наследия? Как церкви найти правильный баланс, чтобы, исповедуя святость и отделенность для Бога, не дойти до состояния секты, и в то же время пытаясь любой ценой завлечь людей в свои ряды, не утратить истинные ценности и не превратиться в соль, потерявшую силу? Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, я бы рад приветствовать вас. И в продолжение нашего форума мы переходим к следующей нашей теме. Это современная церковь или церковь первоапостольская? Дорогие друзья, моими собеседниками сегодня будут принимать участие в данном разговоре это Сергей Ряховский и также Александр Шевченко. Давайте их поприветствуем. Спасибо. Библия нас учит о том, что свеча не должна быть под кроватью. Свеча должна быть на столе. Стало быть, в этом и заключается главный смысл влияния церкви на мир. Как можно не заметить тот свет, который исходит из Хьюстона, к примеру, разве что быть просто слепым, чтобы не увидеть мега-церкови под руководством Джолла Остена, к примеру. Американский телеканал ТБН имеет в своем наличии больше спутников, чем даже всем известный светский канал CNN. Мы говорим о свете, который светит. Книги Джойс Майер, Рик Уоррена расходятся с книжных полок миллионными тиражами. Сегодня у нас динамичные спикеры, которые есть у нас в гостях также. В которых за плечами грамоты, дипломы, популярность которых известна далеко за пределами церкви. Христиане сегодня собирают многотысячные стадионы на свои конференции. У нас, посмотрите, комфорт, удобство в наших залах. Порой уровень наших концертных программ превосходит даже светские вершины. Сегодня вы можете увидеть христиан на таких звездных программах, как «Голос», «Экс-фактор», «Евровидение» и ряд других. Стало быть, мы подняли служение на уровень профессионализма. Мы заявили о себе ярко в мире и заняли совсем не последнее место в рейтинге среди видных людей и общественных организаций. А вспомним, как было раньше. Кстати, совсем не так давно. У кого есть слово, у кого есть псалом, мы вас просим наперед. Вот так все было просто. И наши служения были не очень-то привлекательны. Не было среди нас многовидных, образованных людей. Мы часто цитировали это местописание, что Господь избрал немудрое. И все знают продолжение этого стишка. Мелодии, тексты наших песен были просты. Они легко запоминались, мы легко пели общим пением. Вот так за последние каких-то десятилетия, два десятилетия изменился наш внешний вид, наши взгляды каким-то образом, наши ценности. В целом изменились наши церковные служения. Насколько это хорошо или плохо, вот об этом и пойдет речь в данной беседе. Уважаемый Сергей, я часто сам лично видел вас на Первом канале. Вообще представлял, когда Александр поставил мне известность, что вы будете первый мой собеседник, я даже, если честно, испугался. Мы сели в машину, и я вот присматриваюсь, присматриваюсь, прислушиваюсь, и у меня первый мне сразу думаю, вау, это же так просто с этим человеком разговаривать. Думаю, если бы просто у нас получился такой диалог вот здесь, когда мы среди людей, получился разговор, именно чтобы вы открылись, поскольку я услышал столько ценных, столько ценных знаний, которые, я полагаю, будут так необходимы. Я имею в виду, в машине услышал. В машине. Ну, все тема была интересная, тема, правда, была интересная. Тема была особая. Особая, да. Мы ее коснемся сегодня в конце. В конце коснемся, да. Так вот, видим вас и на экранах телевизора, на таких периодовых каналах, как Первый канал. Вы широко известный человек не только в России, за его пределами. Откровенно говоря, сегодня не стыдно, что такой человек, как вы, представляете русских протестантов перед государством Русской Федерации. Мой вопрос к вам. Из ваших личных наблюдений, насколько вы довольны развитием русского, славянского протестатизма, скажем, за последних 10 лет? Ну, если бы я сказал, что я доволен, мне нужно, как после крещения, сразу к Господу идти. Поэтому я недоволен, естественно. И тот потенциал, который есть сегодня в Евангельской Церкви, он огромный, только он не востребован. И те ресурсы, которые есть в Евангельской Церкви России, и вообще не только России, Армении, Белоруссии, Украине и так далее, это очень большой ресурс, к сожалению. И вот мы, вот вы сказали очень правильную фразу, что есть свеча, ее нужно ставить, чтобы нас светило всем. Но там есть три важных фактора. Прежде всего, мы соль этой земли. И соль, она предотвращает гниение. То есть мы сами, собственно говоря, должны быть пропитаны этой солью, чтобы мы были святы и праведны перед Господом, чтобы мы не загнивали интерес российских политиков, чиновников, сенаторов, депутатов и так далее. К моей личности не потому, что я там возглавляю конфессию или еще что-то там, потому что их притягивает, я скажу очень с большой скромностью и с большим благовением перед моим Господом, притягивает образ жизни христианина, который осолен Богом, пропитан словом. Их привлекает то слово, которое я люблю, цитирую на любых форумах, на любых конференциях светских, общественных. Для меня это не принципиально, я цитирую на современном языке, понятном им. И вы знаете, на самом деле мы соль, потом мы свет, который светит всем, просвещает народ, и мы еще письмо читаем и всеми человеками. Вот это очень важно. Мы все, у нас есть, либо мы засолились, и нас можно в бочку и на многие годы поставить, либо мы светим, но не греем, но мы забываем, что мы письмо читаем и всеми человеками. Нас имеют право любой человек прочитать. Написано всякому требующему отчет о вашем уповании, дайте его скротостью, дайте его. И на самом деле очень многие говорят, ну, мне в церкви комфортно, здесь я вписался, и я всех знаю, меня все знают. Но самое сложное, по сути, мне очень легко быть вот с мирскими людьми, потому что я принципиально выгодно отличаюсь от них в вопросах святости, праведности, целомудрия и так далее и тому подобное, образу жизни. Меня президент России зовет непьющий протестант, потому что я к нему всегда подхожу чокнуться с минералкой, внешне смотрится как водка, но это минералка, понимаете, и меня так они все зовут и так знают. Но, в Писании написано, чтобы быть образцом, примером для верных, вот между нами говоря, говоря об апостольской церкви, а современной церкви, самое сложное быть образцом не для внешних, там очень легко вписываемся вот в то, что они живут в том образе жизни, в котором живут, и мы им пример, а вот примером, добрым, таким образцом для внутренних, вот это и есть символ апостольской церкви, которые, к сожалению, сегодня во многом потеряны. Я согласен с вашим ответом и думаю, что его оспорить вообще невозможно, поскольку действительно свет — это внутренность, чем она наполнена, это соль. Но сейчас я все-таки хочу сконцентрировать наше внимание на внешность. Внешность внешне мы преобразили, правильно? Да, абсолютно. Служение технически у нас, мы подняли все-таки на уровень профессионализма. Вот скажем, было у вас такое время, что вы даже испытывали некий стыд, смущение за церковь, за ее интеллектуальный, за ее профессиональный уровень, особенно когда в церковь пришли видные люди? За церковь я никогда не испытывал ни стыда, ни смущения, потому что церковь Божия, церковь Христова, ее врата не одолеют. Я испытывал стыд, смущение за себя, за моих друзей, за моих братьев-сестер. Здесь я испытывал... Нет, секундочку. Это является часть церкви, это представители церкви. Но церковь святая... Церковь — это тело Христа, оно не может быть греховным. Это моя позиция, мое убеждение. Вот почему мы очень можем легко вернуться в раннюю апостольскую церковь, в то, что являлось ее составной внутренней силой. Мы внешне другие. Нельзя сымитировать осла сегодня. Ну, одна из американских партий может, конечно, имитировать. Нельзя сымитировать что-то другое и кататься на этом. Мы катаемся на современных машинах, одеваемся в современную одежду. Мы делаем все по-современному, гайджеты и прочее. Но это внешняя оболочка. И вот внешняя оболочка, мы должны максимально освоить все, что служит благовестию и миссии в нашей миссии в мире. Вот это должны освоить. А вот внутреннее содержание, оно неизменное. Хорошо, такое дополнение к этому, такой вопрос. Когда вы кому-то рекомендуете церковь, ведь вы общаетесь с видными людьми. Да, конечно. Вы живете в Москве. Абсолютно. Я родился там тоже, да. И если приходится кому-то рекомендовать из видных людей, по каким трем критериям вы делаете подбор церкви и почему? Ну, три критерия. Интеллект. Интеллект кого? Пастора. Пастора. И народа, который там подобное, тянется к подобному. Давайте будем честно, откровенно. Каков поп, таков приход. Не нам не сказано. Второй момент. Естественно, видение этой церкви. Вот здесь говорили о видении. Хорошо, но у меня сразу встречный вопрос. А смогли бы вы того человека рекомендовать ему раньше, лет 20 назад? Был ли тот интеллектуальный уровень духовного лидера? 20 лет назад был другой запрос у этих людей, ищущих Бога. Сегодня другой запрос. В прошлом году, 2012 год, это был фактически год избиения младенцев в России, когда избивалась русская православная церковь. Средствами массовой информации, известными детями, политиками билось все. То есть церковь, которая решила вдруг встать на вершину горы и светить всем, оказалась, скажем так, не способна это делать. И стала мальчиком для битья. И это очень хорошо на самом деле, потому что любое избиение, фактическое, оно, скажем так, оно делает церковь, вот этот вызов, который бросается, ответ на этот вызов, это святость церкви, это праведность церкви, это публичность церкви в этих же вопросах. Хорошо, три критерия интеллектуальные. Ну, первый интеллектуальный критерий, второй в видении этой церкви и третий состав этой церкви. Для меня это принципиально важно. Спасибо. Александр, вы являетесь устроителем больших телепроектов, конференций и, в частности, этому форуму. Кстати, давайте поблагодарим Александра за то, что основатель такого большого проекта. Спасибо. А как вы считаете, насколько изменилось в современной церкви со стороны профессионализма, совершенства, даже, ну, не буду использовать слово «совершенство», поскольку только там все совершенно. Но как вы оцениваете профессионализм, творчество в современной церкви в общем? Ну, прежде всего, вспоминая Голливуд, Лос-Анджелес, мы там жили с Жанной полтора года. И да, действительно, вот эти процессы имели место в моем сердце очень остро. Я 100-градусная жара, Калифорния, я сижу просто на тротуаре, у меня неудержимо текут слезы. Я просто смотрел на все эти студии, огромнейшие, многомиллионные павильоны. И у меня, как говорил сегодня Виктор Павловский, была такая внутренняя тоска. У нас в доме даже не было тогда стола, чтобы просто покушать. Но у меня была от Бога просто печаль внутренняя. Ну, когда на самом деле? Я, по крайней мере, тогда говорил или подразумал русскоязычную церковь, появятся у нас такие сцены, когда нам в техническом, профессиональном плане будет не стыдно говорить о Боге. И, разумеется, я полностью поддерживаю Сергея Васильевича и в интеллектуальном плане, в смысле назидания. То есть это усилия, постоянные усилия. Наша рабочая команда, они ездят в Лас-Вегас, они принимают, проходят очень много курсов. Мы выделяем на это большие достаточно бюджеты, просто учиться. Просто учиться. Почему? Потому что встречают по одежке, потом уже говорят что-то об уме. Поэтому я считаю, что элементарно камеры, которые здесь используются, можно использовать по 3 тысячи долларов, они стоят по 45 тысяч долларов. Зачем? Затем, чтобы действительно, если мы говорим о Боге, говорить, насколько мы можем более достойно. Поэтому я считаю, что это оправдано, это нужно для современной церкви. Это не есть ее духовное содержание, но это одежка. Это то, что нам нужно. Всем приятно прийти в такие залы, всем приятно слушать профессиональное пение, всем приятно, когда церковь может в каком-то плане поконкурировать с обществом в смысле профессионализма. Вы согласны с этим заявлением о профессионализме? Какую большую роль все-таки играет наш интеллектуальный уровень, наших духовных лидеров? Вы знаете, написано в Священном Писании, что сеется душевное, восстает духовное. Я согласен, что есть нечто, что привлекает людей этого мира, скажем, профессионалов в своем роде. И для них вот эта внешняя витрина, она очень принципиально важна. Но очень важно, чтобы за этой внешней витриной находилось внутреннее духовное содержание. Внешнее ради внутренней. Я согласен, что такая витрина нужна, но вот мои контакты, я очень много сейчас общаюсь с различными чиновниками, политиками, провожу библейские классы, такое время называется для изучения Библии в различных государственных даже заведениях, депутатских корпусов, много что другое. Я заметил, что этих людей начинает после того кризиса 2012 года, который они пережили в себе, они в основном люди православные или ищущие, их начинает привлекать внутреннее содержание. И вот здесь нужен высочайший профессионализм, высочайшее посвящение, потому что вот это все, что мы хотели, они имеют. Сергей Васильевич, абсолютно бесспорно, если мы сюда пришли или приходим ради вот этого всего, то лучше я откровенно скажу, поехать в Лас-Вегас и послушать концерт Салин Дион. Там намного лучше и круче это сделано. Но если это все покорить, починить духовную идею, покорить Христу к его ногам, заставить это все работать на Бога, я вот патриот такой идеи. Я вот согласен полностью, потому что, чтобы внешнее соответствовало внутреннему. Знаете, но есть написано в Священном Писании, что внешний человек будет тлеять, нравится нам это или нет. И все, что мы построим, тоже будет тлеять. Но внутренний человек, написано, изо дня в день обновляется. Вот мне кажется, что мы можем, еще раз подчеркиваю, менять формы. И я принципиальный сторонник. Вот сейчас нам придется много что поменять. В России, я не знаю про Америку, не знаю там Украину, Белоруссия, нам в России придется много, у нас сейчас кризис, серьезный кризис всего христианства, все христианские идеи, православные католики, протестанты. И мы понимаем, при том у нас растут церкви, у нас есть целые структуры, которые мощно развиваются. И я увидел, что на самом деле это кризис, это возможность благовестия тем, вот мы проповедуем наркоманам, бездомным, вдовым сиротам, это слава тебе, Господи, это без этого вообще мы не будем благочестивыми людьми. Но мы перешли сейчас на проповедь людям, которые, скажем, повелители, руководители, чиновники, депутаты, которые руководят структурами. И мы увидели, и они увидели, что у нас нет, скажем, желания получить что-то от них в принципе. Вот я сейчас приду кому-то проповедую благовествовать, большой кабинет, и скажу хорошую проповедь, засвидетельствую, разберу с ним Слово Божие, он вас плачет пред Господом, покаяться, а потом скажу, теперь напишите мне вот на моем документе что-то такое, чтобы дайте мне, я лоббирую чьи-то интересы. Он больше меня никогда не пригласит. И правильно сделает? Александр, ну все-таки такое стремление к профессионализму, такое стремление к профессионализму. Не хотите ли вы сказать, что чем больше уровень нашего профессионализма, чем больше талантливых людей в церкви, тем больше наше и влияние церкви на мир? Не соглашусь с таким утверждением, боюсь этого. Считаю, что в каком-то смысле, в какой-то мере это вдвойне опасно, когда талантливые люди приходят и становятся на сцену церкви, потому что они талантливые, это очень ярко, это очень видно, но есть разница между просто дарованиями, которые Бог дает, невзирая на лица. Это мусульманин этот человек, он вообще атеист, он коммунист. Бог дает дарование. И если мы перепутаем или поменяем местами просто обычные человеческие способности и духовное дарование, о чем говорил сегодня Иван Иванович Раймер, что церкви даны дары. В принципе, вот и то, о чем говорит Сергей Васильевич, что это основное наше, что у нас есть сила духа, которая есть, остальное должно быть покорено духу, идеей духа Божьего и работать на эту идею, то у нас есть вдвойне опасная ситуация, потому что эти люди, они быстро владевают аудиторией, они быстро ловят внимание, они быстро поднимают рейтинг, становятся популярными и в итоге человеческое заменяет Божье. И даже никто не успеет разобраться, как это произошло, только, наверное, глубоко-глубоко в душе люди почувствуют, что они пустые, нет элемента назидания, духовного назидания. Вот можно иллюстрацию к тому, что ты сказал? У меня, где я являюсь старшим пастором, есть тоже церковь в Москве, у меня есть очень известные люди, скажем, есть популярные группы, музыкальные группы, известные певцы, я их никогда не поставлю ни в кор, ни в прославление, потому что все, что ты сказал, они это превратят в шоу, они превратят в себя, я, смотрите, меня, я показываю себя, у меня есть прославление, которое полупрофессионально, но они настолько... Вы серьезно сейчас говорите? Я серьезно говорю. У вас есть более талантливые люди, чем те, которые стоят на сцене. Более талантливые люди, и я их никогда не поставлю сюда. Александр. Тогда к вам вопрос. Поскольку профессионализм, если мы говорим о настоящем профессионализме, что это означает? Это люди полностью посвящены этому делу. Если мы сравним церковь в той модели, которой она была раньше, и каждый себя мог реализовать в том даре, который ему Бог дал, все равно люди понимали, что это только на то время, которое его остается, это любительский, он подходит к своему делу. Сегодня же слово профессионал, его нужно освободить от работы, чтобы он занимался любимым делом. То, конечно, если мы имеем группу прославления, и у нас музыканты... Ой, вы сейчас за больное берете. У нас есть музыканты. Нет, это как раз нормально, это здоровое. А у Александра сердце это болит. И у меня тоже болеет. Потому что кто-то придет с видных людей посмотреть, как будет стыдно, потому что он там на гитаре не вытягивает до того стандарта. Ты понимаешь, он придет не посмотреть наш профессионализм в музыке, в ноте, в голосе, он придет почувствовать Бога. Вы все правильно отвечаете. Мы забываем эти вещи. Да, наше прославление, наши хористы, музыканты, они, скажем так, полупрофессионалы. Вы правильно отвечаете, но мы сталкиваемся с реальными проблемами, где мы просто каким-то образом подменяем одно... Это смотрим, что вы хотите Сергею Васильевич. Сергей Васильевич, как вы думаете, когда Давид играл в доме Саула, и у него тут струна лопнула, то он этой арфой или чем он... То настраивает, то это... Или он играл действительно более-менее профессионально? Произошло в церкви, парочку вот так вот, вот так вот, и вот так вот, я сказал, все, ребята, вы хорошие прихожане, но не более того, на метр не подходите к алтарю. Нет, ну... Нет, ну... Речь идет о... Речь идет о профессионализме. Речь идет о профессионализме. Все-таки приятно ли вам слушать? Если умоляться, смиряться, сокрушаться, конечно, допущим. Нет, ну давайте разумную границу найдем. Все-таки мне интересно. Вот, все-таки человек поет о Христе, и у него скрипит, репит, а на ноты не попадает. Вот, гитара расстроена. Нет, нет, таких у меня нет. Но у него хорошее содержание. Нет, нет, у него плохое содержание тоже будет. Потому что если ты хочешь прославить Господа, извини, закончи музыкальную школу хотя бы. И потом выходи. Ну, опять-таки... Не надо консерваторию, хотя бы музыкалку. То есть ничего любительского, да? Это уже не любительский, это уже подход профессиональный. Это полупрофессионализм. Я думаю, можно заканчивать беседу. Вы знаете, полупрофессионализм. Александр, у меня был на моем 50-летнем, мне сейчас немножко больше, 56 уже, Артур Саманян. Ну, у меня много было там чиновников, политиков и прочее. Он сказал потрясающую вещь. Поздравляю меня. Он сказал о том, что один восточный правитель захотел, чтобы его, кто там, повара, да, сделали такое блюдо, которое никто не может сделать. В общем, там все соревновались, и вдруг его личный повар, Артур, ты меня поправляешь на всякий случай, он приносит таз вареных раков. То есть это элементарное блюдо, которое в каждой русской деревне притащил таз красных вареных раков. Армяне умеют это делать. Армяне умеют это делать, да. А там все принесли вот такое, 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 там такое изощренное, такое, фантастическое. И он говорит, ты что сделал, ты меня позоришь? Он говорит, подожди, правитель. Он говорит, все кину башка, и все. Он говорит, ты меня позоришь. Он поставил этих раков, говорит, смотрите все. И вдруг эти вареные раки начали шевелиться. У правителей были такие глаза, все были вот в изумлении. Практически говорит ему, как ты мог так сделать? Он говорит, очень просто. Просто на дно нужно положить одного живого. Можно заставить всю эту мертвичину запеть, заиграть, зашевелиться, но там должно быть жизнь, хотя бы один живой должен быть. Кстати, о наградах. Сейчас можно будет. Кстати, о наградах. Я знаю, что, Александр, вы, в особенности вы, Сергей Васильевич, получаете много различных наград в различной степени, что свидетельствует об общественном признании на высшем уровне. Но скажите, приходится ли вам сегодня страдать, защищая христианские ценности, или вы только, извините, получаете награды? Вы знаете, я беру все награды, вхожу в кабинет большому чиновнику, знаете, как вот перед, когда вот кого-то хоронят из политбюро, помните, да, там несли вот награды, венки и там прочее. Просто вхожу и говорю, вы мне дали награду, вы должны решать проблему. Иначе, извините, верните, я могу вернуть вам ее. Для меня это возможность защищать дело Божие. Исключительно. Я даже не знаю, в каком шкафоне у меня валяются эти награды. Я их никогда... Один раз одел, глупость такую имел, потом долго каялся. Для фотографии какой-то там один ушлый в корреспондент говорит, можно вас сфотографировать? Ну, конечно, можно. Я сейчас даже не знаю, где эта награда лежит. У меня очень хорошая награда. Надо отыскать. Да. Вот. И для меня это возможность влиять, возможность защищать дело Евангелия. Если я сегодня такой очень скромный сосуд Божий для того, чтобы защищать. Бог работает, извините, через людей. Нравится нам это или нет? Если вот на этот период времени Он дал мне такое, ну, скажем, волю свою, слово свое, откровение свое, я это делаю. Придет другое время умолить другие вещи. Я человек, который понимает эти вещи. Я готов в любой момент, когда я вижу, что Бог поднял новых служителей, новых людей, которые способны это делать лучше меня, уступлю в это же мгновение. Своё место. Хороший ответ. И мы говорим, действительно, вы говорите о влиянии. Но бывают ли такие границы, где просто легче пойти на компромисс, чем разорвать отношения? Знаете, политика – это искусство возможного. И в Священном Писании очень много мест таких, которые очень спорные. Даже у одного безбожника Господь нашел нечто доброе в нем. Я не хочу его имя говорить. Нечто доброе в нем нашел. Мне кажется, что… Что такое компромисс? Компромисс – это когда я недостаточно услышал волю Божью. Компромисс – это когда я считаю, что будет «да», а мне говорят «нет», и я возвращаюсь к себе и говорю, «Господи, но я чувствовал, что «да». Бог говорит «нет», это мой ответ тебе. Нет, но Сергей Васильевич, позвольте, может быть, не согласиться с вами. Допустим, у меня всего несколько было моментов, там отмечали, какие там заслуги, но был момент, допустим, здесь в нашем Капитолии вручали награду, и я почувствовал себя совершенно в других санях. Я почувствовал, что даже если бы я хотел бы сейчас возразить, что-то мне не позволяет это делать. Мне там были вещи, которые мне конкретно не нравились, и люди, которые это делали, как мне это делали, но сам факт того, что я нахожусь в позиции человека, которого почитают, которого награждают, я сел за столиком, я стал молиться, я стал справляться со своей внутренней двойственностью, что же мне делать. Я думаю, что подарки портят сердце. Это не мое мнение. Знаете, когда я достигаю подарков к 60 годам, то они меня полностью испортят. Когда я их получаю с детства, для меня это как бы нормальный процесс. И для меня, еще раз я подчеркиваю, вот, написано в священном писании, с искренним поступает искренне. Мне просто интересно, есть ли такой вопрос, от которого вы не сможете выйти? С лукавым по лукавству, а с чистым чисто. Вот простите меня, что я... Вот это для меня. Вот простите меня. Я когда получаю эти награды, я просто потом подхожу к тому, кто меня награждал, и начинаю говорить, нам нужно вот это, вот это, вот это для церкви, для Евангелия, для возрождения России. И человек подписывает. Сергей Васильевич, ну, простите, да, что я... А зачем мне просто так награда? Но и им просто так вы не нужны. Знаете, я принимаю царя, то, что он мне дает, и я не сумасшедший, чтобы ему отказать. Сергей Васильевич, но и награды просто так не дают. Да, конечно, приходится много работать. Наверное, что Александр пытается сказать, что вы думаете, что вы их используете, а Александр говорит, наверное, Они думают, что они меня используют. А они наверняка подарками вас используют. Вы знаете, это очень спорный вопрос. Господь рассует на суде. Все-таки были, были такие моменты, где вы чувствовали, что все-таки стоило бы настоять, не хватило мужества. Да, конечно, были такие моменты. Когда я целый, несколько недель доказывал человеку, что любовь всему верит, одному большому чиновнику, замминистра, большого министерства, что любовь всему верит, все надеется, все переносит. Он зацепился за это, что всему верит. И потом через несколько недель я с своим прихожанином, который член одной партии ЛДПР, такая есть партия Жириновская, хотел посмотреть, как пастор умеет решать вопросы с большими чиновниками. Он говорит, можно я, вот ему нужно было, он говорит, возьми, вот я хочу, чтобы вы пошли со мной, хочу у вас научиться. Мы садимся, и этот замминистра начинает нам лапшу на уши вешать простому народу. Я его слушаю. Естественно, я понимаю, у меня все возмущается, я ему не могу поверить. И мой прихожанин смотрит на меня и ждет, что я сейчас скажу. Вы лжец! А он так смотришь, что я хочу сказать. То есть это происходит в церкви, да? Вот вы сейчас рассказываете ситуацию в церкви. С моим прихожанином я пошел к замминистру в большое министерство. И он просто хочет посмотреть, как я работаю с большими чиновниками. И он мне говорит, ну, Сергей Васильевич, я вижу, что вы мне верите. Потому что вы мне три недели доказывали, что у вас Бог любви всему верит. Спасибо огромное. А вот вы, вы это прихожанину, ЛДП РЦ, вы еще не доросли до познания Христа, как ваш пастырь. Знаете, мы оттуда выходим, мне было стыдно, он отказал, естественно. Мне было стыдно, потому что, я думаю, Боже мой, чему я научил его? И он вышел, говорит, пастырь, мне стыдно за вас. Потому что я ожидал мудрости, откровения, пророчества. А вы, как лох, он сказал, или что, он на общество Христа. Лох. Согласились с этим. Сергей Васильевич. Вы знаете, я просто скажу по-другому фразу. Но на следующее утро мне этот большой чиновник позвонил и сказал, не смог спать всю ночь. Потому что мне снились вы со словами «Я вам верю, а я вам лгал. Простите меня». Я говорю, звоните этому политику и кайтесь перед ним. И там было все решено. Дорогие друзья, пришло время к голосованию. Вопрос, на который у вас есть возможность проголосовать, следующий. Приемлемо ли для церкви нанимать неверующих профессионалов в определенной сфере для устройства своего служения? Речь идет о музыкантах, речь идет о администраторах, речь идет о менеджменте, о дизайнерах и так далее. Итак, если ваш ответ «да», тогда вы набираете цифровой код 400 и пятерка и звоните по телефону 22-333. Если же ваш ответ «нет», тогда вы набираете цифровой код 400 и также звоните по телефону 22-333. Проголосуйте и через несколько минут мы сможем знать результаты. Тем временем, я хочу подключить наших других спикеров к нашей такой интересной беседе. Артур, вам слово. Однозначно, я думаю, в каком-то сфере нет. Где-то строительстве можно, а в духовных делах нет, потому что Писание говорит, что лучше живая собака, чем мертвый лев. На самом деле, это правда, и духовное место нельзя пустить в мирских. Лучше не начинать это служение, чем начинать искать мирского профессионализма. Лучше его не начинать. Когда мы начинаем служение, когда есть этот потенциал церкви, тогда и Господь дает нам право начать это служение. Вообще-то, я думаю, церковь – это духовная зона, и люди должны прийти. Что такое современная церковь? Я хотел бы задать вопрос, а кто такой современный человек? Я не был рожден в христианском семье, я был, как светский современный человек, но однажды, я покажался у церкви Пейсятников в то время, где тайно собрались на кладбищах, никакого уровня, на своем современном мышлении, современной музыке, современными концертами, то, что у меня внутри было. Я пришел на эти кладбищи и услышал слово Божие, приди ко мне все уставшие обременные, и я успокою вам. Я оставил эту современность и пришел к Европоапостольскому церкви и начал поклоняться там. И я взял это время, когда я покажался, и до сих пор я веду это время. И я думаю, для меня современный этот человек тот, который время его не длился уже своему времени. Я не знаю, правильно ли постановка вопрос современной или первоапостольской церковь. Вы знаете, что интересно, в Новом Завете церковь всегда употребляется в настоящем времени. Церкви в прошлом не существует, а в будущем в небе у церкви будет совсем другая роль. Поэтому церковь не может быть несовременной. Если она несовременная, то она не только традиционная, эта церковь стала музеальной, а в музей никого не тянет. Если современная церковь, то значит контекстуализированная это церковь, которая пытается понять, как перевести Евангелие на современный язык, в современные формы, культуры, не потеряв содержание. Виктор Павлович. Иногда существует в церкви такая проблема погоня за большой рыбой или проблема рыбака. И если мы какую-то большую рыбу поймали и притащили ее в церковь или она оказалась в церкви, то мы стараемся большее внимание уделить таковым здесь. В Писании есть наглядный пример, это служение Филиппа в Самарии, когда Симон был пойман и не отходил от Филиппа. Это был правая рука, скорый преемник церкви, но апостолы открыли эту проблему. Я думаю, что в погоне за такими людьми они не дадут огромной силы и успех отслужению церкви. Тем более, когда вопрос стоит для церкви не может быть. Неверующий человек быть полезным чем-то для церкви, для дела Божьего. Спасибо. Сергей Сергеевич. Я думаю, что церкви необходимо использовать то, что сегодня используют люди, несомненно, для достижения цели, но быть очень осторожными. Два примера. Я сталкивался с одним христианским учебным заведением, где люди, имею основание говорить, поступая, были достаточно убежденными, зрелыми, возрожденными людьми. На выходе они были еретиками. Я стал вникать, в чем дело, в чем причина, почему ты верил в живого Бога, а теперь ты стоишь на других позициях. Оказывается, 30 часов отводилось на непосредственно изучение личности Бога. И преподали этому человеку не только библейского Бога, а как понимают люди Бога. Когда я стал беседовать с преподавателями, преподаватели говорят, ну 30 часов надо чем-то занять. И как мусульмане, и как другие представляют, все это вложили в сердце молодых людей, испортили. Нам нужно христианское образование, но фокус образования, Бог в первую очередь, и все остальное. Мы никогда не сможем победить мир оружием мира. Давид, если бы он пошел воевать против Голиафа в тех доспехах, которые предлагал ему Саул, он бы не победил. Это не значит, что не надо использовать, но опять же, наше с нами, с нами живой Бог. Сергей, ваше время. Ну я бы хотел добавить вопрос Сергея Васильевича, в какую бы церковь я посоветовал пойти человеку. Ну, во-первых, в церкви, в которой правильная атмосфера, любовь, где активирован плод Святого Духа, потому что мы думаем, главное, чтобы человек услышал слово, а это не главное. Еще до того, как звучит проповедь, человек уже знает, будет ли он здесь второй раз. атмосфера, как его встретили, что он ощутил, ощутил ли он Бога, который есть в любовь, который написан, или просто пришел, сел, посидел и ушел, услышав красивую проповедь. Второе, конечно же, истина, конечно же, истина, правильная информация, то есть, слово Божие. И третье, чтобы слово Божие было преподнесено профессионально, то есть, а это уже энергетика, это уже дары Святого Духа. И для меня профессионализм, это активированные дары Святого Духа в жизни духовных верующих, людей. Вот, и страшно, когда знания или профессионализм обгоняют духовность, тогда рождаются духовные монстры. Поэтому, любовь, истина, информация и профессионализм энергетика в силе Духа Святого. Спасибо. Замечательные ответы. Правда, я вот стою и думаю, как же мне дальше вести передачу. А я думал, будут хотя бы две стороны, две точки зрения, два... А здесь все люди отказали, все постра отказались от профессионализма, так скажем. Главное содержание. Нет, мы не против профессионализма. Но я еще хочу... растет внутри церкви. Я еще хочу привести такой положительный пример. Александр, подскажите, пожалуйста, основатели церкви Хилсона в Киеве. Косевич. Косевич. Вы читали их биографию? Я с ним лично знаком. Хилсон, который всем известный, открывает церковь в Киеве. Они открывают церковь в Киеве. Как оказались вот эти молодые люди в результате постарями вот церкви, которые они там основали. Как Хилсон, который с Австралии. Оказывается, их просто пригласили в группу, группу прославления. Музыкантами. Он приходил, как его зовут? Женя. Женя. Он приходил даже подвыпивший. Приходил... Он был человек неверующий. Он был полностью неверующий. Он считал, что это помазание. Вопрос в другом. Что это видение Хилсон во всем мире. Это их, так сказать, конек. Это их пешкачок. Но они делали ударение, чтобы человек... Они так делают везде. То есть приглашают неверующих людей, вовлекают в служение. Я знаю много церквей, которые также приглашали, и эти люди остались в служении, приняли Христа, и сегодня служат активно. Но я все-таки сторонник того, что это должно вырасти. У нас огромные программы образовательные, светские, и церковные, и богословские в наших церквях, что мы понимаем, чтобы нести слово Евангелие, нужно нести на определенном уровне. Хорошо. Дорогие друзья, обратите внимание на результаты нашего голосования. И мы заканчиваем нашу первую часть. Редактор субтитров А.Семкин